Привет, мальчики и девочки! Меня зовут Василий Захаров. За кадром мне, как всегда, помогает Евграф. What are these? Сегодня мы не будем ничего готовить. Бокальчик у нас стоит просто для красоты. Мы сегодня будем говорить о трубочках. Постоянно люди нам в комментариях задают один и тот же вопрос. Очень часто. Почему вы ставите две трубочки, если вы их ставите вообще там типа в коктейль, который нужно пить через трубочку, почему две? Очень тупая тема. Но вы бы знали, ну, типа, сколько ложевой информации в интернете на этот счет. Я чисто поржал. Самый популярный мне нравится, очень смешной ответ. Короче, есть какая-то одна статья. Там 4 или 5 пунктов, почему две трубочки. Практически ни одной правдоподобной нету. Но есть всякие приколы, типа, двумя ноздрями. Ну, такая вот ересь. Ну, типа, шутка такая. И эту статью переписывают все подряд. В гугле открываешь, зачем в коктейле две трубочки. Открываешь первые 10 ссылок. И они все, ну, одна и та же калька с одной и той же статьи. Так что, в принципе, с одной стороны болтать тут нечего. Ну, типа, зачем две трубочки в бокале? Господи, какая разница, черт возьми. В этих, Гриффин или где это было? Да всем насрать. Ну, типа, люди спрашивают. Поэтому мы считаем своим долгом рассказать. Самое простое объяснение, типа, логичное такое, которое встречается на интернетах. Типа, если одна забилась. Окей. Ну, я доволен прям этим объяснением. На самом деле, есть просто тривиальная абсолютно фигня. Короче, когда вскрываете баночку сгущенки, например, делаете одну дырку, пытаетесь оттуда что-то вылить, у вас нихрена не получается. Надо сделать что? Правильно, вторую дырочку. В коктейле все проще. Если у вас тут есть напиток, где нету ни какой-то плотной пены, льда там, то как бы ок. А если типа мохи, то лед может подняться наверх, тут куча мяты, вот это вот все заполоняет доступ воздуха. И по той же причине, по которой нужно проделать вторую дырочку в банке со сгущенкой, желательно вставить вторую трубочку. Чтобы когда вы пьете, у вас там образуется, ну, типа, микровакуум какой-то, вы же втягиваете, да, что-то в себя. Вот, соответственно, туда должен поступать воздух. Это единственное логически здравое объяснение, кроме того, что... В две ноздри. Ну, типа, в две ноздри, да. И еще прикольное объяснение, ну, это типа такое, достаточно правдоподобное. Если ты пьешь сам, дай, типа, другу из другой трубочки, потому что вдруг он чем-то болеет. Но если он чем-то болеет, слюни могут все равно вместе с жидкостью опуститься обратно, вы все равно умрете как бы от чего-нибудь, если вдруг такая, ну, типа, такая пьянка пошла. Такая пьянка в этом случае, это актуальное выражение. Ну вот, что там еще было из забавного? Раньше так делали, чтобы проверить напиток, не отравлен ли он. Типа, существует либо специальный человек, либо ты хочешь оградить свою даму от верной смерти, готов погибнуть сам. Ты там пришел на рыцарский турнир, тебе дали напиток, и ты из соломинки, раньше соломинки юзали. Ты как бы делаешь глоток, если за пять минут у тебя ничего не отвалилось, то как бы пусть дама сердце пьет. Никаких доказательных баз на вот тему рассуждения, зачем нужны трубочки, естественно, я нигде не нашел. В знакомых мне книгах ничего такого никогда не встречалось. Вот. Есть такие интересные факты, что трубочки использовали еще шумеры там пять тысяч лет назад, но это были такие золотые трубочки, понтовые. Ну сейчас, кстати, делают тоже, я вот, а, я не взял с собой сегодня. Такая трубочка для Джулипа, вот, ну, такие вот истории, да, тоже, ну, прикольная, прикольная тема, да, я согласен. Они еще холодненькие всегда. Потом стали соломинки юзать там, потом придумал чувак, наконец-то, трубочку. По-моему, впервые он придумал бумажную, запатентовал ее, не помню, как его зовут, но это был конец 19 века, там, 1890 или что-то типа такого, какие-то года. А потом появился еще один чувак, который, не знаю, запатентовал или нет, уже сгиб на трубочке, типа, два разных человека. Я выписал себе, вот, кроме, если, ну, типа, пить ноздрями, было еще такое. А, каждому слою своя трубочка. Что, блядь? Ну, типа, вы пьете многослойный коктейль какой-то, но я допускаю, тут два варианта есть. Либо это какой-нибудь B-52. С тремя трубочками? Это что такое? Вы наркоманы, что ли? И вам бармен обрезает по каждой? Не, это что-то перебор какой-то. Либо второй вариант, вы пьете какой-нибудь текилы санрайз. Если вы ее не перемешаете, у вас сверху будет, там, частично текила с соком, дальше апельсиновый сок, и внизу сок с гренадином. Соответственно, если вы хотите попробовать разные слои, я не знаю, зачем вам это, но если вдруг вы, короче, наркоманы, хотите попробовать разные слои, там, например, в текиле санрайз, вы можете взять две трубочки разных, ну, соответственно, по длине и по слоям, короче. Ну, вообще-то можно и одной трубочкой сделать. Да, и в конце концов, да. Ну, типа, можно и так. И, чувак, ты прикинь, это из статьи в статью, короче, все первые 10 ссылок в этом, в гугле. Просто тотальная наркомания. И двумя трубочками гораздо проще перемешивать коктейли. Окей, чем одной? Ну, теоретически, это так. Одна там может как-то согнуться, а две они такие, вы же не сломаете веник? Да, да, да. Ну, вот, из этой серии. Ну, ок. И то, что кочует еще из статьи в статью. Если клиент пьет из двух трубочек одновременно, он быстрее пьянеет. Во-первых, какого черта клиент, как бы, ну, типа, в баре гостя? Это такая тема, как, знаешь, если маевцы назовут маишником, он тоже такой, что, м***ть? Московский айцион институт. Я заканчивал, мне все равно, но такая тема есть, короче. Всегда, знаете, как кто-нибудь произнесет, там, типа, наденет, оденет неправильно. Ну, вот такая вот. В смысле, пьет быстрее. А если он уберет трубочки и выпьет вот так, вот он вообще накидается, получается. И самая прикольная версия, которой я пользовался, и это однозначно полезный экспириенс, короче, чтобы соединить в трубочку подлиннее. Я так делал на Казантипе, когда ты ложишься на песок, тебе, чтобы с бара не вставать, ты такие, типа, оп-оп-оп-оп-оп, себе прям до конца трубочки на лавочку лежишь. Супертрубочка. Да, супертрубочку делаешь. Такая вот история. Мне кажется, все будет. Это самые популярные просто топ-топ-5 там. А еще прикольно с девушкой, а еще лучше с двумя, когда большой приносит коктейль, какой-нибудь такой огромный, типа, как аквариум, и там несколько трубочек, но лучше, чтобы все-таки все остальные, кроме меня, были девушками в этой ситуации. Не, ну тут я согласен, да. Ну, типа, с друзьями, как бы говоря, по кругу. Я бы тебя тоже не потерпел в такой тусовке, да, простите, мне жена мои слова. Я согласен, да, там, типа, пинаколаду какую-нибудь заказываешь в этом, в ананасе. Естественно, там нужно, типа, воткнуть прям там. Солидно. А, еще была прикольная версия, тоже совершенно непонятная. Типа, две трубочки ты вставляешь, через одну ты пьешь, а ко второй ты прицепляешь там прищепкой или чем-то украшение. Завиток цедра, там, еще что-то. Что? Ребята, не верьте всему, что написано в интернетах. Нам тоже не верьте. Нам, тем более, нам в первую очередь. Проверяйте сами информацию, реально, это же просто и прикольно. А где ее проверять, там, про книги и про ресурсы, мы в другом видео обязательно вам расскажем. А все барные штуки у нас есть в отдельном плейлисте. Можно сюда вот тыкнуть, и там прям отдельный список всего интересного, именно по бару, не по коктейлям. С вами был Василий Захаров. Мне, как всегда, за кадром помогал Евграф. Мы снимали в баре «Галактика», за что я спасибо. Подписывайтесь на нас в фейсбуках, в ютубах, в инстаграмах, в твиттерах. Везде, мне кажется, есть мы. Заходите на сайт около-бара.ру. И, наконец-то, у нас появилось свободное время в редакции. Мы, наконец-то, запускаем конкурс «Медиабармен-2018». Следите за около-бара.ру, на медиабармен.ру. Там будет информация, естественно, там тоже можно подписаться. Ну и так далее. Вот. Все, всем спасибо. Пейте с умом, ребятки. Пока. Пока. Мне кажется, учитывая, что все перепечатают одну и ту же статью, и никто ничего не перепроверяет, а у нас достаточно много людей нас смотрит, надо какую-нибудь дезу запустить, чтобы это начали перепущивать везде. Например, сказать, что одна трубочка, чтобы пить из нее, а вторая в жопу вставлять. Ну да, ну что-нибудь. Главное, это как-то убедительно рассказать, тогда все будут повторять. Убедительно рассказать. Вот это? Конечно. Базу подвести под это какую-нибудь. Не, ну надо было реально сказать, что это наша задумка, что из одной пить, а вторую в нос просто. А так вы, самообщество, все делают, кстати. Да не был? Не было прилично. Не буду ставить, это на превьюшку. Не, серьезно, в Менделеев заходишь, там вот так вот сразу. Все нормальные бары, московские там и так далее. В отелях все так делают. Да, ну либо вставляйте в жопу. Ну это кому как больше нравится.